Похолодание до минус 28 градусов прогнозуют синоптики местами по в области у ноч на 8 лютого. По информации об лгидрометах, это будет пик холода, который принес циклон Эрика. На резкое похолодание оперативно адреговали работники и волонтеры червоного крыша. По в области працуют около 30 стационарных пунктов обогреву, где можно и подселковаться солодким чаем, и зайти погрыться. По Могилеву и Бобруйску курсируют по два мобильные пункты, которые спиняются в самых шмат людных местах, при пыночных и концевых пунктах, аута и чугуночных вокзалах. Пункт обогревуля центрального рынка Могилева гостина принимает всех, кому нужно согреться. Теплое поветро в палаце плюс чай, обовязково солодкий, с печеньем, добрый, калорийный перекус, морозный на дворе, особенно для тех, кто долгий час на улице. Сколько стоять будете? Ну, пока продам. Постаю. Не холодно? Ну, как чай попью, тогда не холодно. На чай запрашают волонтеры. У центра працуют наученцы 9-го лицея. Тут же на месте раздают информацию по профилактиции гриппа и ВРВИ. Тым, кому потребно, выдают теплое оденье. Наши ребята прошли обучение навыкам оказания первой помощи в Красном Кресте. Одна часть ребят со мной находится, вот у нас трое человек, потом приедет еще подкрепление, потом еще подкрепление. То есть, в принципе, волонтеров достаточно для того, чтобы оказывать помощь. Мы еще создали в прошлом году еще отряд по чрезвычайным ситуациям, где работают взрослые волонтеры наших учебных заведений, предприятий, которые помогли нам и палатку установить, и которые в течение дня будут заработать сегодня с населением. У Могилеве працуют еще и три стационарные пункты медико-социальной допомоги. Обагрыться можно у доме ветеранов, а так само у центры часового знаходжения, что на Новицкага. И он працует круглосуточно. Три пункты у Бабруйску. До того же 23 пункты допомоги працуют у сельских районах. Такие пункты будут працывать по кульденные температуры, будут ниже за минус 15 градусов. У областной организации «Червонного окрыжа» кажуть, подчас моцных морозов у студене, дякуючи таким бригадам, каля 5 тысяч человек что дня могли выпить чаю и обагрыться.